ну что рейтинг раз я приветствую продолжаем ходить за до пищи смена в медан да очень интересная игрушка прошу теперь попугался очень нормально тогда скримлера не ожидал но кто не видит там подсказочка верхнем правом левом глупо нам появилась посмотрите обязательно вам понравится вот поэтому саш потом и при этом селку принадлежь пить или пить и воды посмотру делать люди писать и потом осмотр еще раз саму начинаю так какого хрена серьезно это сейчас глупо было а точно пиво я уже несу так раз мы все собрались давайте рассмотрим навигационный планшет может поймем как сюда попал самолет где планшет твоей сумке ага принесу вы сгол за ёбаным блядь сумка нахуй все нормально ты какой-то загруженный на все путем прости нормально задумался нормальным всю пушу до можно после того что случилось нырять нельзя давай 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 let's go а по хуй индекс заметки наблюдения манчурское золото понятно это то о чем я думаю на положим не надо трогать чужие вещи то залезла нахать куда ты пропала нашла планшет вот он иди сюда красотка полегче тигар нас там ждут тигар 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 кто от этого откажется внимание зацените маньчжурское золото реальные затонувшие сокровища что скажете кэп координаты ну да это координаты пункт назначения самолета сможем завтра туда дойти это пара часов отсюда ну по погоде а еще что нашли то есть выглядел он как бомбардировщик но внутри были спасательные плоты а ну да после войны такие самолеты часто использовали как спасательный как он попал на дно океана совести у вас нет смысле я же говорила ничего там не трогать ну хватит не начинай опять я сейчас не про закон но мертвых они не сердили не надо было ничего оттуда брать ой да ладно никто не знает что мы там были а призраки не расскажут вы американцы все одинаковы чужие традиции ни во что не ставите вам вообще не надо было туда спускаться это не к добру думаете можно смело тащить оттуда что хотите но у всякой вещи есть своя энергия вы зовете призраков с морского дна челось об этом я как-то не думал да ты вообще редко думаешь что раньше я не слышал таких крутых страшилок это вам не страшилки не развлекалочка в океане тонут люди их могилы надо уважать я согласен брэд много страшилок знаешь ну знаю но они конечно совсем не такие как эгоизм эгоизм сказку давай по-моему брат вообще не умеет пугать правда не спеши с выводами это очень страшная история ну давай напугай нас ладно поехали история реальная случилось прямо тут рядом в очень старом маяке ну да классика да ну не верю откуда знаешь а ну порту я встретил дряхлого старика просоленного насквозь повязка на глазу деревянная нога и за доллар и я купил эту тайну похоже на правду тот маяк стоял в атолле отрезаны от внешнего мира луч света во тьме от рада моряка смотритель слышал как волны бьются о скалистый берег вдруг из тумана выходит женщина она вся в крови еле бредет по берегу без сила нарукнул смотрителю на руки рыдая он привел ее на маяк и стал расспрашивать а мужик то молодец ловко а она говорит я живу здесь на маяке мои родители сейчас наверху внезапно смотритель конечно сказал вовсе нет он много лет живет тут один а женщина все доказывала что ее родители наверху и вот они идут наверх маяка а там на полу лежат мужчина и женщина жестоко убитые топором и тут топор но у кого в наше время есть топор рассказываю как есть только факты двух человек порубили на кусочки топором из нет суда жуть какая ладно и кто убийца а женщина это все мой муж потом на шкаф смотрит и он вон там ну конечно муж вот именно поэтому я замуж как-то не тороплюсь тогда смотритель подкрадывается к шкафу открывает и так и есть внутри человек и он глотку себе вскрыл суждаем смотрите в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца ближе ближе и видит что это он сам глаза у него вылезают и он кричит ну ладно повеселились и хватит надо лечь поспать а то погода портится не они по стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву это что еще за регламент стандартный протокол морского надзорного органа подраздел 1099 где что и увидел в интернете на сайте про в любой непонятной ситуации пиво закон есть закон мэм а что хороший сайт рубишь фишку друг не я на блять ты страшилки вот не люблю страшилки играть все ваши и и и и и и и и Продолжение следует... 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 хватило что пацан бросай конрад тиши бля не знаю про не сделано на блогу ставить справлюсь даже что ты делаешь идиот тише не сделай хуже лучше не к любви пацан катер на катер беги он хочет меня убить побежали побежали опа опа let's go а ты блять осады на этой посуде и его динократе ты мне звонит все время-то из-за звонка просто дал в реально и великий проебал в перца я при боли персия за блять садись вон там ты сюда Да! Сядь! Живе! Держи, бандикан! Это мой бадо! Перемь! Олсен! Сюда! И кто из вас мне расскажет про это манджурское золото? Надо постараемся всех заставить. Одного уже потеряли, такой осеник. А, блин. Да. Попробуй всех заставить. Он о себе позаботится. Так! Заткнулись! Живо! Мы просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Я скажу. Флиз в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила им про манджурское золото. Они в сговоре. Что, дурак, что ли, совсем? По ушам не верю. Я только что потеряла все. А ты меня обвиняешь? Вы все заодно! Это ловушка! И ты нас подставила! Эй, мудила! Рот закрой! Тихо! Все вы! Ты! Со мной! Узнай, сколько бродить со штормом! Но только! Давай без глупостей! А то сильно пожалеешь! Ясно! Дюков Милан запрашивает сводку погоды! Прием! Слышу вас, Дюк! Все нормально? Прием! Рискнуть, не рискнуть! Рискнуть, не рискнуть! Рискнуть, не рискнуть! Давай, не будем! Эй, я просто хочу про шторм узнать! Дадите информацию! А то нас тут потряхивает! Прием! С востока идет большой шторм! Он вас сильно зацепит, но в ничем не часу должен уйти! Все в порядке, Дюк? Скажите, если нужна помощь, обычно вас не пугает непогода! Давай! 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 Похуй! Давай! Я... У меня тут возникли трудности! Все пошло немного не по плану! У нас начались серьезные проблемы с... Эй! Я осторожен! Ну, хоть так! Нет! Блядь! 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 Что это? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти Вперёд! Давай! Ну, спасибо! Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Конрад сказал, он прячется под койками. Героизм. Ясно. Молчите об этом, он может нас выручить. Про Брэда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. Да вас же не слышно вообще. Ну, здорово! Он же может там погибнуть! Брэд взрослый. Не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Я вас же не слышал. ПОДПИШИСЬ! нам уже что-то нам скажет раз что ж вот и наша первая жертва это был смелый шаг глупый но смело все за звонками позвоните не успел нажать кнопочку жалко обидно посмотрим смогу ли я хочу всех за свой доброте душевный я мог бы некоторым образом предупредить вас о том что грядет хотите да конечно отлично обратимся за вдохновением к поэту а ну давай венецианский купец акт 2 сцена 7 принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает и все злато что блестит вот что мудрость говорит теперь когда напряжение достигло определенной высоты полагаю вы жаждете вернуться к своей истории но вот в чем дело все совсем не так как кажется на первый взгляд так окажет на первый взгляд не следовало мне этого говорить все не так выглядит на первый взгляд не брать к че про не все зла то что блестит об этом мудрость говорит да вот так вас круто что блестит кто об этом мудрость говорит золото не берем короче чем любит блестящего не берем и все выглядит не так как несет все выглядит не так как кажется на первый взгляд на чем-то подъем куда есть прошу джуньер отирла как дали мажь кто а Девушки отдыхают. 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 Девушки отдыхают.